Уже на улице у всех, кто в этот день собирался на концерт, поднималось настроение. А в самом центре культуры царит легкое волнение. Зрители занимают места в зале, за кулисами артисты, под управлением наставников, готовятся к выходу на сцену. Наконец объявляется начало концерта. С приветственной речью к собравшимся обратилась министр образования Московской области Марина Захарова. Я желаю всем нам, чтобы мы уважали наших детей в нашей стране, во всем мире, и любили стариков. Спасибо вам большое, огромное спасибо организаторам концерта. И это замечательная традиция, пускай дальше продолжается. Все мира, добра и радости. После части официальной начался концерт. Стоит отметить, что по техническому уровню шоу нисколько не уступало представлениям на столичных концертных площадках. Не подвели и исполнители. Каждый номер превращался в маленькую трогательную историю о любви и доброте. И только сами артисты, их родители и преподаватели знали, как тяжело подчас давалась легкость, с которой они выходили на сцену. Перед тем, как выйти на сцену, конечно, волнение. Ты дрожишь весь, у тебя руки холодеют. Ты очень волнуешься, как ты выступишь. Ты надеешься, что все пройдет на ура. И каждый номер действительно проходил на ура. Глядя на сцену, зрители подчас забывали, что перед ними не только непрофессиональные исполнители, но и дети с ограниченными возможностями здоровья. Это же испытывали и приглашенные звезды. Коллектив «Бурановские бабушки» исполнил несколько своих хитов вместе с детьми из реабилитационных центров. Детей неталантливых не бывает, и поэтому с радостью, с восхищением смотрим на них и желаем только счастья. Очень хорошо, что придумали такой праздник, просто радостно на них смотреть. Они такие нарядные, они такие радостные. Тем более мы для них ведь бабушки, а дети и бабушки всегда общий язык находят. Певец Владимир Левкин исполнил несколько песен вместе с творческим коллективом «Ангелы надежды», который собран из детей и молодежи с нарушением слуха. Артисты ансамбля с жестами и пластикой передали все эмоции, которые авторы вложили в свои произведения. Надо сказать, что выступление с коллективом является частью новой концертной программы Владимира Левкина. «Ангелы надежды» — это совершенно прекрасный коллектив, который радует меня в каждом разуме все больше и больше. Знаете, люди с ограничением по слуху, танцующие, их педагоги просто... Им надо памятники ставить, потому что, поверьте, это очень-очень сложно. Но они танцуют, они слышат самое главное, и они участвуют в нашей социальной жизни, это очень важно. Концерт получился насыщенным в том числе и благодаря разнообразию номеров. Слабовидящий пианист Нестор Смышляев выступил совместно с преподавателем музыкальной школы имени Герщина, который играл на контрабасе. Дети из Филимонковского детского дома исполнили танец «Чечетку». В финале перед зрителями выступила Юлия Самойлова, которая стала своеобразным символом проекта. Они умнички, видно, что они стараются, они занимаются. И что я могу пожелать? Все больше и больше заниматься, идти вперед и расстраиваться, если что-то не выходит. После того, как концерт закончился, артисты, их родители и официальные лица, присутствовавшие на представлении, приняли участие в мероприятии, которое и дало название проекту «Звездный сад». А организаторы праздника подводили первые итоги. По-моему, прошло все хорошо, потому что те, кто выходят из Дома культуры, они выходят с улыбкой. Это главное. Та цель, которую мы ставили перед собой, она достигнется. Дать деткам какой-то час-два радости и такого вдохновения оно было. Действительно, очередной «Звездный сад» никого не оставило равнодушным. И хорошо, что это стало доброй традицией. Максим Козлов, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.